Вот какой ты подмосковье. Выставка с таким названием открылась в отделе Государственного литературного музея в Московском доме Остроухова. В экспозиции представлены около 60 работ из ранее не выставлявшегося альбома «Павловская слобода». Автор картин, художница 20 века Татьяна Маврина. Дворовый пес, сороки под соснами, парень в ушанке, шагающий к электричке, старый сельский автобус и купол церковной колокольни. Такие знакомые и понятные образы Подмосковья, именно их, обитатели и природу маленьких провинциальных городков, делает героями своих картин Татьяна Маврина. Годы жизни художницы почти полностью совпали с 20 веком. Родившись в 1900 году, она видела, как рушится в войне старая Москва, меняется облик русских городов. Чтобы сохранить для себя любимую древнерусскую архитектуру, в военное время Татьяна Маврина почти каждый день ходила по городу и рисовала еще сохранившиеся церкви и усадьбы. Позже, в 50-е годы, она много путешествовала по историческим местам России. Результатом этих поездок стала книга-альбом «Пути дороги» с видами из Венигорода, Ростова, Ярославля, Касимова. Как раз альбом «Павловская слобода», который мы здесь показали, и передает это настроение, эти краски, и то воспоминание о бывшем быте, о бывшем ощущении русского человека, и о бывшей архитектуре, бывших церквях, то, чего уже не было в советское время, но сохранилось в маленьких, именно в маленьких городах. Мемещанский быт и православный быт, который мог еще существовать. Любовь к народному быту и искусству Маврина впитала с самого детства, проведенного в Нижнем Новгороде. Здесь ее постоянно окружали расписные наличники, прялки, домотканные ковры и платья. Собирала она также и иконы. Для человека выход из аристократической семьи, 1-й, 3-й, 20-й века, и иконы, и прялки, и все это народное творчество. И для нее и икона, и цветочек на вставниках было единым ценным, единым таким гуманитарным ощущением. Она их передала и уже за эти надо сказать спасибо. Специально к открытию выставки организаторы подготовили репринтное издание альбома, посвященного Павловской слободе. Давние тесные связи Маврины с литературой за свою жизнь художница проиллюстрировала более 200 детских и не только книг. Привели издателей к идее дополнить картины стихотворениями. Для этого они привлекли к участию яркого поэта современности Германа Виноградова. Дай тепло всем остальным составляющим тела. Вроде так просто, но странное дело станет и мне, и тебе весело. Герман – это большая фигура, и когда я придумала этот проект со стихами, я попросила Германа обратиться именно к эстетике Ерофеевских «Москва петушки». Или помните «Заповедники» у Довлатова «Посмотрите на меня с любовью». В альбом вошли только лоскутки, отрывки из написанных им стихотворений. Целиком же их можно было услышать на открытии выставки в доме Остраухова, где и сейчас можно полюбоваться Подмосковьем в сказочной интерпретации Татьяны Мавриной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!